Вифлеемский огонь уже третий год подряд привозят в Запорожье представители национальной организации скаутов Украины. Роман один из тех, кто встретил огонь мира, который ехал из Днепра в Запорожье. Его привезли на поезде и мы уже привезли его сюда в Запорожье. Его передают австрийские скауты с города Вифлеема, привозят его в Вену и уже с Вены он идет по разным городам. Передача огня мира волонтерам началась с минуты молчания в честь погибших воинов АТО. Огонь имеет символическое значение для бойцов. Вифлеемский огонь символизирует излучение добра, согласия, душевного покоя, любви и мира. Запорожцы могут забрать огонь из места рождения Иисуса Христа домой. Главное зажечь свечку из этой лампадки. Ощущения приятные. Мне в прошлом году все-таки удалось тоже передать. Ощущения действительно приятные. Такая радость, доброта о том, что ты передаешь вот этот огонь кому-то еще. И он тоже сможет принести радость в этот малый суровый мир. Уже из Запорожья огонь развезут по другим городам Украины. А завтра он попадет в Энергодар. Сам житель города Энергодара. И в этот огонь я повезусь со своими ребятами в город Энергодар. Потом мы его отдаем по школам и по разным конфессиям. Допустим, мне и Киевского патриархата в церковь, и Московского патриархата в церковь, а также Греко-католитскую церковь. Почетную миссию передавать огонь дальше приняли запорожские волонтеры. Мы сейчас повезем это Светлому миру по школам, нашим деткам. Потом повезем в госпиталь, и потом огонь поедет дальше. Седония Ракелян, Игорь Бахиркин, ТВ5.